17-го 21-го кругов, отдела выкупсиса Российской Центральной Библиотеки, Михайловой Елене Андреевну. Дорогие друзья, уважаемые коллеги, мы сегодня открываем выставку, посвященную ярчайшему личности. Наверное, это будет привлечение, так сказать, индивидуальной личности в истории мировой культуры начала 20-х столетий. Мы открываем выставку, посвященную человеку, который включил русское искусство в мировое художественное пространство, который сделал русскую культуру частью мировой культуры. Это оказалось возможным для Сергея Павловича Дягилева. Но он был, конечно, не один. У него были замечательные друзья и коллеги, сотворцы, люди, с которыми он творил свое искусство. Конечно, это художники, это композиторы, музыкальные и театральные критики, хулиографы. Наконец, это исполнительные, танцовщики и оперные лица. Но всех этих людей объединяла личность Сергея Павловича Дягина. И вот с помощью той информации, которая до нам дошла в многочисленных книгах, а с помощью сведений, которые хранятся в документах, мы вновь и вновь обращаемся к произведениям, которые получили новую жизнь с помощью редакции Дягилева. Произведениям, которые появились на свет благодаря художественному дону Сергея Павловича. Но, заглядывая в альбомы и глядя на сохранившееся изображение, мы пытаемся представить, что же видели и что чувствовали посетители Парижской Гранд-Ибирал, Лондонского и других больших и крупных театров Европы и Америки, приходившие на постановки антрепризы Дягилева. Но чем больше мы знаем о Дягилеве в этих сезонах, тем отчетливее мы понимаем, насколько актуально все то, что делал Дягилев, насколько важно и сегодня исследовать тем идеям, которые проповедовал великий импесарен. И мы надеемся, что наша выставка привлечет внимание не только всех интересующихся личных Дягилев его окружения и истории в этих сезонах, но и профессионалов. И, возможно, представленная экспозиция кого-то вдохновит на новые творческие совершения, на появление новых шедевиков. Спасибо.